Я приветствую всех, кто присоединился к нашей пресс-конференции, которая проходит в онлайн формате. Сегодня она посвящена проведению регионального этапа чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников, страница 21. Сегодня у нас присутствует министр культуры Новосибирской области Наталья Васильевна Ярославцева и организатор чемпионата Михаил Фаустов. Они расскажут о текстах, которые прочитают школьники, а также об этапах чемпионата, который с 2014 года проводится в Новосибирске, а в сезоне 2020-2021 годов впервые пройдет в муниципальных районах области. Предлагаю начать. Наталья Васильевна, вам слово. Здравствуйте. Всем коллеги, спасибо большое, что вы пригласили нас по такому важному вопросу, вообще как чтение. А уж подростковое детское чтение – это, можно сказать, боль всей России. Когда-то нас всегда называли самочитающей страной в мире, потом мы с вами все меньше-меньше видим в электричках, в транспорте и прочее, но зато видим больше электронных гаджетов. И сейчас очень трудно понять, так много читают вообще или мало. Этим мы задались вопросом много лет назад, когда-то Михаил Фаустов пришел ко мне, и мы хулиганский, почти что любимый конкурс проводили тогда «Открой рот». Он был для взрослых людей, и хочу сказать, и много слез, и радости было с этим конкурсом. И вот все-таки Михаил очень последовательно двигался, и мне нравится, что он не оставлял эту тему. И все-таки мы говорили о проблеме, которая нас волнует – это подростковое детское чтение. Потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня очень много занимают гаджеты электронные, телевизионные, интернетные, и разные сюжеты, и практически книгу в руках уже мало кто держит. Что нас волновало? Нас волновало вообще, что читают дети, что пишется сегодня для детей и подростков. Можно ли говорить с ними и читать серьезные тексты? Тексты о войне, о блокаде, например, о голоде, о смерти, о жизни. Ну, в общем, серьезные какие-то философские книги, стихи. И об этом во всем, я думаю, Михаил, конечно, расскажет. Мне, как министру, очень важно, что мы построим такую целую систему работы со словом. Хочу напомнить, у нас работает очень хороший фонд сохранения русского языка, Людмила Монахова, его возглавлячая на общественной палате. Затем мы очень серьезно, уже много лет работаем, когда проводим такой фестиваль «Белое пятно». Все помнят, что он начинался с фантастики, когда-то литература фантастическая. Сейчас он каждый год содержит обязательно площадки для детей и подростков, встречи писателей с детьми и подростками. В этом году очень сложно, потому что в режиме онлайн нам придется со школами и районами встречаться. И это, конечно, обидно. Но, с другой стороны, вот ребята сегодня тоже отрабатывают такой формат, как можно онлайн в таком тяжелом периоде пандемии все-таки проводить, потому что дети, оказывается, любят читать. Давайте вот об этом сейчас поговорим, пусть Михаил расскажет, что сегодня происходит в районах области. Нам очень бы хотелось, чтобы все 30 районов, 4 города, ну, пока не взяли город Новосибирск, мы надеемся в следующий год охватить его, нам бы очень хотелось, чтобы этот чемпионат по чтению «Слух страница 21» проходил у нас, процветал, чтобы ребята любили чтение. Давайте Михаил расскажите. Здравствуйте. Спасибо, Наталья Васильевна, за добрые слова. Ну, наверное, я не буду сейчас углубляться в историю вопроса, хотя, конечно, да, довольно странно, что проект, зародившийся в Новосибирске, распространился на практически всю страну и на несколько, там, полтора десятка зарубежных стран, но в Новосибирской области, именно в области, а не в Новосибирске, он не проходил. И вот то, что это случилось, наконец, в этом году, это, конечно, наша общая заслуга и такой результат, в общем, довольно слаженной работы и нашей команды, команды Межрегиональной Федерации Чтения, которая проводит этот проект по всему уже миру практически, и Министерство культуры Новосибирской области, которое, ну, всячески поддерживает и поддержало и поддерживает этот проект в его, всех его проявлениях. Немножко, наверное, о цифрах. Проект стартовал на прошлой неделе, уже прошли три отборочных тура в Карасукском районе, в Черепановском и в городе Обь. Вот, причем в городе Обь нам удалось его провести в очном режиме. Я, поскольку находился в Новосибирске, я туда съездил, и, в общем, там было все прекрасно, в ДК Крылья Сибирицы проходило. Пока еще было можно. Сейчас уже я чувствую, что, скорее всего, все придется переводить в онлайн. Заявилось 48 площадок, из них, ну, например, в городе Берцк заявилось 15 площадок, что отдельно, скажем так, достойно упоминания. Берцк, в принципе, город, у которого очень большое, на мой взгляд, будущее, не только именно в литературном плане, в плане книжной культуры, не только внутри Новосибирской области, но, мне кажется, уже и в более широком масштабе. Чуть позже я к этому вернусь. Сейчас пройдут у нас 48 отборочных туров, которые завершатся в конце ноября. Буквально с завтрашнего дня они начнутся в онлайн-режиме и будут проходить в день по 2-3 штуки, в какой-то один день даже, по-моему, 4. И уже видно по тому энтузиазму, с которым организаторы на местах выходят на нас, что это достаточно востребованный и, ну, я не побоюсь этого слова, веселый формат, потому что изначально весь этот проект, он задумывался как игра. И говорить можно много о геймификации образования, о том, как это работает, какие струны в душе участников, и не только участников, и зрителей это все затрагивает, и каким образом это приводит к тому, что люди начинают больше читать, это, я думаю, что тема для отдельного исследования, которое рано или поздно мы сделаем, но сейчас уже заметна очень интересная тенденция. Я, ну, вот понаблюдав ребят из Новосибирской области, которые в первых трех отборочных турах читали, знаете, у нас тексты распределяются следующим образом. В первом раунде мы дали детям тексты о Великой Отечественной войне, потому что у нас сейчас уже практически завершающее мероприятие Года памяти и славы, но, конечно же, Великая Отечественная война, победа и все, что с этим связано, это же, ну, не должно находиться внутри какого-то календарного отрезка. Вот кончился у нас 31 декабря 2020 год, и слава Богу, надеюсь, и что мы больше не будем вспоминать о героях войны? Нет, конечно, будем. И что мы не будем читать книги? Вы знаете, будем, и дело в том, что многие из этих книг, это книги, ну, на самом деле, великие. Я, ну, в общем, принимал участие в отборе именно этих текстов, и, во-первых, это было, конечно, очень тяжело, потому что, знаете, когда ты за двое суток вот так вот по диагонали прочитал 28 книг о Великой Отечественной войне, у тебя это война в голове потом. Но это надо, и это важно, и очень хорошо, что ребята это читают. Во втором раунде мы взяли поэзию Серебряного века чисто потому, что она красивая. Ну, а третий раунд, он связан с тем, с зарубежной литературой по традиции, он связан с тем, что одним из партнеров, значит, федерального чемпионата страницы 21 является издательство Alpine Non-Fiction, который выпускает очень много научно-популярной литературы и российских авторов, и зарубежных. И вот мы там выбирали достаточно много новых интересных книг. Так вот, тенденции. Очень интересно наблюдать, как ребята читают одно, другое и третье. Ну, например, когда дети читают о войне, они могут ошибаться даже в очень простых словах. А когда доходит дело до научно-популярной литературы, она у них, ну, честно скажу, от зубов отскакивает. Я пытался для себя понять, почему это, разогревается он там к третьему раунду или что, но на самом деле, мне кажется, это от того, что научно-популярная литература, она, ну, немножко похожа на учебник. А дети, дети, они же, ну, для них главное сейчас в нашей нынешней системе образования – это чтение учебной литературы. И когда ты читаешь научно-популярную литературу, ты погружаешься примерно в это пространство. Вот. И это, наверное, не совсем хорошо. Вот то, о чем говорила Наталья Васильевна, что я могу, наверное, сейчас, ну, это публичные данные, все это знают, по исследованиям уровня качества понимания текста и качества детского чтения в возрастных группах в Российской Федерации есть очень серьезный перекос. То есть дети, скажем так, младшего школьного возраста, там, 7, 8, 9, 10 лет читают очень хорошо. И Россия по исследованиям, по международным исследованиям, находится на одном из первых мест в мире, и это уже много лет. ПИЗа – это как раз то, что… со старшеклассниками, это ПИЛС. Вот. И так вот. А вот для детей, которые старше 14 лет, Россия в третьем десятке. То есть что-то происходит вот в этот момент, меняются интересы, меняется характер практики чтения. Что-то происходит, но эта тенденция не меняется на протяжении уже, ну, мне кажется, лет 15, когда Россия находится в очень серьезном провале. И поэтому подобного рода проекты, наверное, они как-то стимулируют детей к чтению. И я могу сказать, что я вижу горящие глаза, ребят, вижу их эмоции, вижу, как они на это реагируют. Я вижу, что им это интересно. Почему они, скажем так… Миша, можно я немножко здесь вклинюсь, а то ты как сказать. Ну, во-первых, вот ты здесь и прав, с одной стороны. То, что я хочу просто напомнить, я же этим занималась специально много лет в институте мониторинга. Ты прав. Дело в том, что тексты, которые даются детям вот с подросткового возраста, понимаете, они напоминают такую красивую журнальную статью, например, о жизни дельфинов или еще что-то. А наш ребенок, вот вы правы, он привык к такому казенному сухому языку нашего учебника. Почему мы все время критикуем-то наши учебники и говорим, что они неинтересны детям. И вот эту тенденцию, вы говорите, я действительно замечаю. Вы знаете, что детей даже уже после 8-9 лет в сказке Пушкина, вот мы даем, они половину слов просто не понимают. Вот мы как-то воспринимали в детстве, нам ведь тоже не каждое слово рассказывали про прялку или там… Ну, вы понимаете, сегодняшние дети, они просто тормозят на этих словах, упираются в них и говорят, мы не понимаем, что это такое, и дальше типа не двигаемся. То есть, мне кажется, где-то разрушено вот это сочетание логики и эмоций одновременно. Понимаешь, они хотят все пропустить через логику. А мы-то сами понимаем, вот сейчас ты о поэзии говорил, да, о литературе. Это же все-таки вид искусства в том числе. И, конечно, в искусстве, кроме логики, должны быть эмоции, должны быть чувства. И вот они действительно у нас тормозят на этих логических вещах. И еще я хочу здесь просто добавить, вот совершенно правильно вы сказали, дело в том, что у нас появился новый партнер, я вот только недавно вернулся из Москвы, это библиотека иностранной литературы. Они очень заинтересовались проектом, они хотят летний лагерь с нами делать для ребят-переводчиков, которые будут вместе с подготовкой международного чемпионата по хоккею, по волейболу с нами участвовать. И очень заинтересовались вот этим проектом. Спросили, как страница 21 у нас идет. Я рассказала, что у нас есть третий этап, иностранная литература. Очень им было интересно, они хотят выступить партнером, подготовить какие-то подарки, провести с нами эти вещи. И хочу еще одно замечание сделать, оно очень интересно для всех, я думаю, журналистов. И жителей. Вот геймификация, когда произносят, мне, конечно, нравится, когда так красиво такие слова умные произносят. Я просто хочу всем напомнить, вся педагогика российская, вся построена на игре. И должна быть построена на игре. И только тот проект даст эффект, который построен на игре. Отсюда Фаустов со своей как бы игрой в чтение, а на самом деле к серьезным вещам приходит. Отсюда, будем так говорить, лаборатория «Вагон» Михаила Моисеева, где игра детей и педагогов приводит к очень серьезным интеллектуальным вещам. Но ген со своими играми, ну и так далее. То есть в Новосибирске. Тот успешен, кто помнит это. Учиться с увлечением можно только с игрой. Спасибо вам за это, что вы это помните. Спасибо, Наталья Васильевна, за дополнение. Как говорил Йохан Хьюзинга, игра это источник культуры, как известно. Но сейчас еще немножко о том, как эта игра функционирует. Сейчас проходит отборочный этап, потом у нас с Нового года запустится Новосибирск. Будем надеяться, что там все будет в общем так же. Тем более, что на Новосибирске все-таки есть опыт проведения страницы с 2015 года, с 2014 года проходит. И у нас получится где-то на выходе человек 180 детей, которые победят в отборочных турах. И там дальше начнется народное голосование в интернете, чтобы выбрать из них 80 человек, которые примут участие в полуфинальном марафоне, который пройдет... Вот я сейчас расскажу про события, про которые еще вообще никто не знает. Это будет первое упоминание о нем. В городе Бердск, о котором я говорил уже в начале, в течение уже двух лет проходит маленький книжный фестиваль, который выглядит как большой, где на небольшом пространстве Дворца культуры Родина функционируют несколько лекторий. В книжная ярмарка приезжают известные писатели из Москвы, из Екатеринбурга, из других городов. В этом году мы совместно с Министерством культуры, совместно с администрацией Бердска, ну и там еще привлекаем сейчас каких-то дополнительных партнеров, приняли решение, что этот фестиваль будет проходить уже не один день, а два. У него появилось название, сейчас он будет называться «Сибирская Атлантида», потому что Бердск это и есть, на самом деле, некая уходящая, как модно говорить, уходящая натура. Мы будем делать все, чтобы эта натура не ушла, и чтобы исторические корни этого города остались на виду, и чтобы традиция эта продолжилась. И вот в рамках Атлантиды 6-7 марта она пройдет в ДК Родина, там будет сделано несколько серьезных перестроений, фестиваль станет больше, на нем приедет большее количество народу. Ну и вообще это единственный фестиваль женской книги в нашей стране, который проходит регулярно и, в общем, с достаточно серьезным как бы бэкграундом. И там будет проведен полуфинальный марафон страницы 21, то есть это будет совершенно безумное шоу, я вам сразу скажу, что всем рекомендую посмотреть. Мы придумали года три, наверное, назад такую форму проведения полуфиналов, когда участников очень много. И это получается так, что это марафон чтения, который длится 5 или 6 часов, откатали это в Москве, потом в других городах уже делали, это очень интересно, занимательно и с непредсказуемым результатом, что очень важно, как известно, для игры. Вот, это в этот день, 6 или 7 марта, мы определим тех 8 человек, которые примут участие в областном финале. Ну, а победитель областного финала выйдет уже в финал Сибири, а победитель Сибири выйдет в суперфинал, который, ну, он традиционно проходил у нас на сцене школы-студии МХАТ в Москве, кроме 2020 года, по понятным причинам, все это перенеслось в онлайн, перенеслось в московскую международную книжную ярмарку. Где будет в 2021 году? Ну, дай бог, мы вернемся в МХАТ, потому что с МХАТом я буквально недавно сейчас разговаривал, они говорят, да, конечно, куда же мы без тебя денемся. Ну, собственно, и еще, наверное, одну вещь я хочу рассказать, чтобы уж все новости сразу выложить и дальше перейти к вопросам. Очень часто нас, организаторов, спрашивают, а почему именно 14 плюс? Вот у меня Маша, ей 11 лет, она тоже хочет. И были у нас случаи, как, знаете, как в гражданскую войну, когда люди себе пририсовывали лишний год, чтобы пойти полком командовать. Вот буквально в прошлом году была такая история в Красноярске, когда мальчишка 13-летний вписался и пришлось ему выступать со взрослыми, реально обманул организаторов. Вот, и мы совместно с Российской государственной детской библиотекой, которая тоже наш давний, значит, друг и партнер, прямо перед самым карантином разработали проект, который бы, ну, скажем так, встал в цепочку этих читательских соревнований. Ну, то есть, есть взрослый «Открой рот», который с 18 лет, который проходит в 200 с лишним городах и там в 17, по-моему, странах мира, и он растет уже неконтролируемо. Спасибо вирусу, спасибо онлайнам, и в Америке уже было, и даже, прости господи, в Аргентине. Причем было очень, кстати, весело в Аргентине. Страницы – это подростки, а вот дети из младшей школы как-то считались обойденными. И очень долго мы, я очень, честно говоря, боялся работать с этой возрастной группой, до тех пор, пока в прошлом году мы в Москве на сцене Российской государственной детской библиотеки попробовали в экспериментальном режиме этот проект осуществить. Назвали его «Урок чтения», чтобы все три названия были разные. И там, вы знаете, получилась такая история, что мы сначала не могли найти детей, чтобы они пришли, поучаствовали. Где-то там чуть ли не по знакомым собирали, собрали пять человек, и вроде уже пора начинать, и тут бах, и какая-то просто толпа нахлынула, прибежало человек 20, пришлось их как-то от них уже спрятаться и отбрыкиваться. И в этом году мы хотим его запустить, и хотим попробовать сделать это с Новосибирской областью. Мы сейчас в конце ноября, в начале декабря будем разговаривать с педагогическим сообществом, чтобы они нам помогли с этим проектом. Попробуем. Я думаю, получится, потому что даже в теперешнем страшном онлайн-режиме все на самом деле не так страшен онлайн, как его молюют. Начнем с этого. Дети гораздо лучше, чем взрослые, разбираются со всеми этими гаджетами, со всеми этими зумами, онлайн-трансляциями, стримами и прочей подобной канителью. И поэтому будем надеяться, что все получится, и Новосибирск здесь окажется впереди планеты всей по каким-то читательским активностям, по каким-то читательским проектам. Ну и, собственно, наверное, на этом уже можно заканчивать. Спасибо большое, Михаил. Переходим к вопросам. Виктория Тасс. Какова география проекта? В каких именно городах проведут чемпионат в Новосибирской области? И за пределами? По нашему проекту все 35 город Новосибирск мы специально оставили на 21 год, поскольку у города уже есть культура, опыт проведения такого чемпионата. А получается 30 районов и 4 города, области, везде, в каждом районе, это обязательное условие проведения, должен быть проведен такой чемпионат. Другое дело, количество участников может меняться. Я должна поблагодарить в том числе ребят, которые готовили. Все-таки, сами понимаете, 1440 отрывков, это переработать сколько нужно литературы. Хочу, кстати, Михаилу сказать, что совсем не обязательно ему одному со своей командой отсматривать. Мы можем привлечь еще замечательных библиотекарей, если он им ТЗ даст определенное, они готовы ему будут помогать, потому что... Уже поздно все готово. Нет, нет, на следующий я имею в виду, что вовлекать можно и библиотекарей, они очень хотели тоже с вами поработать, поучиться этому. Спасибо большое. Следующий вопрос. Планируются ли в Новосибирской области иные проекты для школьников и молодежи, по примеру, страницы? Будут ли, например, проводить концерты и спектакли в школах? Если да, то как это будет реализовано в условиях пандемии? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, это мой любимый вопрос. Чтобы в школы, в новые залы, СПО и вузов культура, конечно, пришла. Сейчас очень трудно в период пандемии. Работаем мы следующим образом. Первый театр подготовил поэзии Серебряного века, специальные уроки. В помощь учителям литературы мы в школы разослали это письмо. Готовы и онлайн показывать. И как только нас допустят в аудитории, так как в прошлом году, может быть, вы помните, они делали по науке такой спектакль. Мы показали почти в 49 школах. Вот мы готовы по Серебряному веку в актовых залах школы показать. Второй, это очень серьезный проект, готовит режиссер Старого дома Прикотенко, который специально делает проект по сонетам Шекспира для школьников, для актовых зала школ, СПО и вузов, потому что это новая уже будет форма. Но, еще раз повторяю всем, невозможно просто, ну, так, по крайней мере, мне говорят деятели искусства и культуры, что невозможно, Наталья Васильевна, просто взять чужой спектакль, который шел 2.15, и взять его там сократить и повезти в школу. Я с ними согласна. И поэтому сейчас «Глобус» будет заниматься подготовкой конька-горбунка для младших школьников. И по Бунину рассказы «Красный факел» берется за то, чтобы для школьников Толстого подготовить, Льва Николаевича. И вот уже сказала старый дом проект. Поэтому мы понимаем прекрасно, что это какая-то подготовительная работа сейчас как раз очень вовремя идет. Что-то онлайн, что-то мы берем, естественно, из классической, уже подготовленные, уже в онлайн, так сказать, в сетях. Все это есть. Литераторам, историкам, педагогам мировой художественной культуры мы предлагаем. А вот серьезная работа сегодня ведется не только в области литературы. Самая серьезная работа у нас ведется по культурному стандарту школьника сейчас большой экспертной группой консерватории, музыкального колледжа, двух наших музеев. И хочу, чтобы все понимали, совместно с Институтом повышения квалификации работников образования мы обсуждаем рабочую программу мировой художественной культуры, которую мы с нового года, как только нас, повторяю, допустят, в школу, если не допустят, то в режиме онлайн начинаем. Это так называемый курс культурологии, который мы рекомендуем с шестого по восьмой класс, как бы вот, ну, настоятельно рекомендуем, потому что есть, конечно, младшие школьники, которые изучают мировую художественную культуру, старшеклассники, которые, конечно, любят этот курс. Но вот шестой, восьмой мы видим просто по самому изложению материала истории, древний мир, пятый класс, средние века и так далее, мы можем сделать три цикла. Мы договорились. Мировая художественная культура, российская культура и, соответственно, Новосибирской области. И вот такие вот три блока мы сейчас выстраиваем, чтобы все понимали, это очень серьезная работа, педагогическая и научная, потому что мы адаптируем и потом сразу записываем этот материал с видеоконтентом, с нашим замечательным центром креативных индустрий, им в госзадание это будет добавлено. Кстати, должна сказать о центре, что он сейчас подключен и к конкурсу страница 21, к его проведению, потому что центр креативных индустрий как раз и создавался как штаб, будем так говорить, для работы с подростками и юношеством, потому что это наша сегодня очень важная задача, которому нам показалось, надо вычленить прямо вот в отдельное направление. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Уточняющий вопрос от Натальи Шаталовой, ВН.ру. Не могли бы вы уточнить сроки проведения чемпионата и сколько заявилось участников? Михаил, к вам вопрос. Вот сейчас, прямо сейчас идет отборочный этап по Новосибирской области, он закончится в конце ноября, может быть, немножечко залезем на декабрь в связи со всеми ковидными делами. С середины января стартует Новосибирск, соответственно, народное голосование будет где-то в середине февраля, в начале марта, как я уже говорил, полуфинал в Бердске на книжном фестивале Сибирская Атлантида, и в апреле, мае, мы пока еще так далеко не прогнозируем, в апреле, мае пройдет финал Новосибирской области. Ну а там дальше... Вы считаете участников? А участников? Ну вот, 48 площадок в среднем по... Это я сейчас только про муниципальное образование, про Новосибирск отдельно можно говорить там. 48 площадок на каждой, ну в среднем по 10 человек, хотя на некоторых там и по 15, и там даже, по-моему, у кого-то 18 есть. Ну в среднем, считаем, по 10-48 площадок, ну там без малого 500 человек детей в Новосибирской области. Ну а в Новосибирске 179 школ, ну там из практики где-то штук, наверное, 120-150 будет участвовать. Ну вот, считайте, полторы тысячи. Вот я хочу добавить здесь, конечно, мы мечтали, что сначала у нас в классах как бы пройдет отборочный такой, и каждый класс делегирует своих вот, ну, замечательных ребят вот этого возраста. К сожалению, у нас не получилось именно вот такой большой волны, ну и именно потому, что детей перевели на дистант. Но мы считаем, и это достойно для того, чтобы стартануть, показать ребятам, как это интересно, и вовлечь, и каждый год действительно расширять географию. Спасибо большое. Еще от Натальи вопрос. Предусмотрен ли какой-то призовой фонд в чемпионате? Что ожидает победителя всероссийского этапа, кроме выступления на сцене МХАТ? Ну, у нас по традиции, значит, во-первых, сразу скажу немножко в этом виде спорта, так мы его изначально планировали, отсутствует третье место. Все ребята, которые проиграли, что на отборочном этапе, что на сцене школы-студии МХАТ, они все занимают второе место в чемпионате страницы. Там что 20, что 21, неважно. И они дипломы получают за второе место все. Потому что, как известно, из популярной песни победитель получает все. Победитель получает главный приз, это 300 тысяч рублей наличными. Это традиционно, в общем, каждый год. И там самое интересное, что дети делают с этой кучей денег. Потому что была девушка Наташа Лях из Москвы, которая просто взяла эти 300 тысяч и поделила между своими соперниками по финалу. Каждому перевела по 42 тысячи 700 с чем-то там рублей. И, в общем, я всем детям, кто участвует, говорю, не будьте, пожалуйста, такими, как Наташа. Забирайте деньги себе. Спасибо большое. Нет, ну, конечно, я хочу сказать, областные соревнования будут. Понятно, что у детей будут подарки, будут наши библиотеки, конечно, обязательно будут участвовать. И обязательно мы им поощрим. Мы же сейчас о всероссийском говорили. Конечно, в области нам очень хочется тоже. И книги отправляем, и замечательные какие-то сертификаты будут. Обязательно награждение, ребят. Потому что, ну, в любой игре, в соревновании, конечно, должны быть подарки. Спасибо большое. Еще один вопрос. Алексей Кудинов, ОТС. Добрый день. Заинтересованы ли в чемпионате учителя литературы в области? Контактируют ли с ними организаторы? Готовят ли педагоги детей? Или участники чаще находят информацию сами, подают заявки и готовятся? Это, на самом деле, интересный вопрос. Спасибо большое. И у нас устроена сейчас система так, что в области организаторами выступают обычно библиотеки, либо какие-то культурные центры, либо молодежные центры. То есть в школы это не идет. И они собирают детей именно из тех детских сообществ, которые крутятся вокруг этих культурных центров, вокруг библиотек. И это хорошо и правильно. В городе абсолютно другая ситуация. В городе все проходит в школах. И там у учителей реакция на самом деле самая разная и полярная. Для некоторых это очередной сверху спущенный конкурс, которым нужно заниматься, с которым нужно возиться и так далее. Но я сам, во-первых, слово «конкурс» не применяю по отношению к этому мероприятию. Это чемпионат, это спортивное соревнование. А некоторые учителя прошли уже путь от вот этого вот тотального неприятия к, наоборот, к восторгам и тому, что я наблюдал сам, как некоторые педагоги готовят своих детей к участию в следующем этапе. И потом страшно еще расстраиваются, когда они проигрывают. И радуются, когда выигрывают. Это нормально. И я считаю, что это хорошо. Потому что тот азарт, который появляется в процессе этого всего, он приводит как раз к тому, что появляется интерес к книге, интерес к чтению, интерес к культуре. И самое главное, я именно в Новосибирске, это было года три, наверное, назад, когда в одной из библиотек ко мне подошла учительница и говорит, а я всегда всем говорю, что победитель никогда не идет в актеры. И это на самом деле так. Я просто знаю всех этих наших суперчемпионов, куда пошел учиться. И, кстати, одна девочка, как раз, выигранная 300 тысяч на учебу и потратила. Вот. И я знаю, что там двое филологи, там двое технические вузы пошли, двое в медицинский. Ну, неважно. И вот учительница подходит ко мне и говорит, а вы знаете, вы говорите, что в актеры никто не идет, а вот, может быть, вы помните, был такой вот в этой же библиотеке два года назад Ваня. Ну, я так киваю, говорю, ну, конечно же, не помню, потому что, ну, это была одна из 500 библиотек, которые я там побывал. Она говорит, вот вы знаете, Ваня в главной роли в фильме Собибор у Хабенского снялся. Я говорю, ну, да, ну, в общем, круто и классно. Вот. Я говорю, а какое место он здесь-то занял? Она говорит, ну, 15-е. А вы знаете, вот я очень рада. Михаил, выключите, чтобы не фонило. Вот я рада, я педагог, вроде Михаил же по специальности и не педагог, но вы знаете, я рада, что он это просто интуитивно чувствует. А я как министр культуры просто обязан это сказать. Вы знаете, невозможно проводить мероприятия, не нужно, если они ложатся дополнительным бременем на плечи педагогов. Я сама директором школы все-таки была почти 17 лет и должна сказать, что если вы хотите что-то загубить, просто спустите это сверху вот в школе. А вот если вы хотите развить, вы делаете, совершенно верно выразился Михаил, в околошкольных, околокультурных, околобиблиотечных сообществах, пространствах, вовлекая детей, соратников, сверстников. И тогда они с интересом прислушиваются к этому. О, это вроде как не в школе. И даже если мы будем потом финал или что-то проводить в школе, то мы это будем, повторяю, делать не через урочную вот эту деятельность, а без заловку. Я, преклоняясь перед работой педагога, в этом смысле знаю действительно, насколько они перегружены разного рода необходимыми, очень важными вещами и отчетностью. Поэтому мы как раз хотим здесь помочь, как раз помочь, сделать так, чтобы детям стало интересно, а педагог может прийти как гость. Это будет здорово. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Еще к вам один уточняющий вопрос от Виктории Стас. Просит поподробнее рассказать про летний лагерь для переводчиков, который был упомянут. Где расположат, когда планируется создать, в чем его актуальность? Значит, поскольку я не могу сейчас говорить о деталях, это предложение мы обсуждали буквально четыре дня назад, как я вернулась. Мы сейчас над ним работаем. Но мы договорились, что это библиотека иностранной литературы, совместный лагерь. Конечно, наша областная библиотека тоже будет участником. И мы проработаем все эти механизмы. Вы знаете, что мы имеем сейчас замечательную лингвистическую студию в Пирсен. У нас в областной научной библиотеке мы уже начали подготовку переводчиков, педагогов и желающих на английском. Затем у нас в российско-немецком доме немецкий язык уже идет. Там волонтеры у нас получили грант на это. Хочу сказать, мы активно привлекаем. Сейчас хочу, чтобы вы нам помогали. Мы привлекаем людей, которые на правах волонтеров, участников готовы будут к 2022 году подтянуть свой иностранный язык с нами вместе. Для них это бесплатно, но на условиях, что они готовы будут работать с нами переводчиком для иностранных гостей, для команд иностранных. Мы сегодня получили приглашение от языковых школ города Новосибирска, их владельца, у которого шесть почти школ, который готов нам сегодня, спасибо ему огромное, помочь тоже делать это бесплатно, но с интересом просто, что они тоже будут участвовать, потому что им это очень важно. Они сами любят хоккей, волейбол. Что касается иностранной литературы, то здесь как раз мы с Михаилом вот сейчас видим вот эту вот часть, потому что в детали мы должны проработать по ходу чемпионата. И думаю, к весне вот как раз, чтобы вот эта третья часть у нас иностранная литература заиграла и, повторяю, партнером выступила библиотека иностранной литературы. А по лагерям, дело в том, что предложений сегодня очень много, сегодня спортсмены все предлагают нам вместе с культурой, с ребятами проводить выездные спортивные, такие вот лагеря и в сфере культуры и искусства. Мы, кстати, согласны, мы считаем, что это очень разовьет наших детей и придаст новые совершенно звучания такому гармоничному развитию личности. Ну и вот также будем прописывать детали, попозже расскажем вам потом, какие там будут нюансы. Я, кстати, жду разных предложений от наших красоцентров креативных индустрий, от Михаила, от наших библиотек, потому что они больше с этим работают и важно услышать людей. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Еще один уточняющий вопрос от Виктории и Медоевой, Стас. Когда перечисленные спектакли будут готовы для показа в школах? Я так понимаю, это про упомянутый, подготовленный Первым театром. Первый театр уже начал свою работу, мы разослали всем, и, по-моему, там уже несколько школ откликнулось. С 16-го вот вышли ребята на учебу, онлайн мы можем уже онлайн показывать. Но, повторяю, актерам очень хочется все-таки оффлайн прийти в аудитории. Вообще, понимаете, живые глаза, конечно, реакция слушателей, зрителей для нас очень тоже важна. Но, повторяю, этот проект готов. Сонеты к 21-му году, я так понимаю, к началу, по крайней мере, обязательства такие на себя брал наш режиссер. В обязательствах «Красного факела» и «Глобуса» тоже стоит 21-й год. И, повторяю, как только нам будет позволено войти в залы, а мы определили с мэрией города Новосибирска вот эти 14 новых залов, школ, которые прекрасно оборудованы, ну, плюс тех, которые уже и были, тоже школу оборудованы, это я только о новых говорю, мы готовы делать ведь комплексные программы, мы уже объясняли. У нас замечательные музыкальные коллективы, которые ждут и имеют программу для школьников. У нас замечательные коллективы, и есть консерватории, которые имеют абонементы, тоже готовы работать. И вот мы ждем просто как бы театральные для того, чтобы они сейчас могли тоже разнообразить. Понимаем прекрасно, что так получилось, видимо, в жизни, что вот этот 20-й год для нас время собирать камни, пока готовится. Спасибо большое, Наталья Васильевна. На этом вопросы у нас закончились. Будем завершать пресс-конференцию. Спасибо всем, кто присоединился, задавал вопросы, коллеги-журналисты. Спасибо вам, уважаемые спикеры, что выделили время. На этом мы и заканчиваем. Ну и по традиции в наши неспокойные времена мы желаем всем здоровья. Спасибо. 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 Спасибо.